Ну вот, довязала я пончо. Вот так у меня это впереди. Это спинка. Теперь мы должны померить запястье, у кого есть возможность. Значит, вот 11 сантиметров, но это уже возле ладони. А нам нужно вязать резинку. Вот где-то примерно так. 12. А теперь смотрим вот на эту таблицу. Вот обхват запястья. В зависимости от возраста ребенка. Вот. Возраст ребенка. А это рост. У меня 86 сантиметров рост. Значит, я беру эту строку. Вот. Где-то с 12 сантиметров. Значит, вот здесь с 12 сантиметров я и должна начинать. Теперь берем наше пончо. Складываем пополам. И вот здесь у нас будет рукав. Резинка. И смотрим. 12 сантиметров. То есть делим пополам. Вот так. И спицами мы набираем петли этой части. Значит, у меня будет от этого столбика до этого столбика на этой стороне. Вот. И по кругу будем набирать. Вот я отметила, где мне вязать резинку. Вот собрала их на маркер. С этой стороны точно столько же. Теперь берем нить либо такого цвета, либо такого. И начинаем набирать. Крючком будет удобнее делать набор. Ну, в принципе, кто как сможет. И вот у нас будет как horizont. Проверяем. Продолжение следует... Вот и так набирайте по кругу и затем вяжите резинку любую. Один к одному. Или два к двум. Ну а можно набирать вот так. Значит здесь у нас лицевая была. Следующая будет изнаночная. Потом опять лицевая. Дальше будет у нас изнаночная. Сюда лицевая. Изнаночная. Лицевая. Под следующую петлю будет изнаночная. Под следующую лицевая. В общем вы там сами определитесь. У кого сколько петель и как вы будете вязать. Ну вот. Связала я резинку с одной стороны. И с другой. Единственное что. Можно вот здесь. Чуть-чуть. Сшить. Прихватить. Для надежности. Но только немножко. С этой стороны. И столько же с этой стороны. Там. Сошьете. Либо крючком. Либо иголкой. Можно оставить побольше хвостик. Здесь. Который вот здесь был изначально. И чуть-чуть прошить. Вот. А теперь. Можно уже делать обвязку. Низа. Значит. Обвязать можно чем угодно. Можно обвязать тесьмой. Вот такая тесьма есть. Кто как сможет ее обвязывать. Симпатичная тесьма такая. Ненавязчивая. Есть покрупнее вот эти шарики. Можно обвязать вот такой пряжей. Только под цвет подобрать. Либо желтый. Либо розовый. Вот сюда нужно. Ну а я обвяжу вот таким способом. Вот я закончила желтым цветом. Один. Два. Три. Так. Одну петлю я пропущу. Под следующую. Смешу столбик без накида. Один. Два. Три. Теперь беру розовый цвет. Сзади прикрепляюсь. Я уже такую обвязку показывала. Один. Два. Три. Желтую закидываю назад. Розовый. Вперед. Под следующую петлю вывязываю столбик без накида. Один. Два. Три. Теперь желтую забрасываю вперед. И под следующую петлю провязываю столбик без накида. Один. Два. Три. Теперь розовую вперед. И под следующую петлю. столбик без накида. Один. Два. Три. Перебрасываем в желтую. Вперед. И под следующую петлю столбик без накида. Один. Два. Три. Теперь розовую вперед и в следующую петлю. столбик без накида. Один. Два. Три. И опять желтую вперед. Под следующую петлю столбик без накида. Один. Два. Три. Петербург. И так обвязываю. По всему пончу. Вот такая обвязка. Обвязок очень много. Выбирайте любую. На Ваш вкус. можно бахромой очень много вариантов главное поищите в интернете вариантов великое множество ну вот закончила я обвязку значит по поводу отделки что еще хочу сказать когда вы будете выбирать как обвязывать вы слишком большую обвязку не делайте навороченную иначе когда человек будет садиться она будет заминаться в разные стороны ну вы проанализируйте это теперь по поводу горловины здесь у нас нужно проложить она двойная можно проложить шнур можно проложить такого цвета можно проложить желтого на шнур можно повесить в цвет кисти либо такие либо желтые у меня не было другого цвета вот кисти можно сюда на края шнуров можно помпоны вот такие готовые сюда повесить на шнурок можно самим сделать из пряжи у кого нет готовых шнурков можно связать самому шнур гусеничками значит в ю тубе очень много видео как вязать ну я вам на всякий случай еще раз покажу так вывязываем одну воздушную затем сюда будем крючок вытягиваем петлю и две вместе теперь поворачиваем вязание в первую петлю провязываем опять поворачиваем и теперь у нас вот они две петли уже готовые есть вот сюда под них вводим крючок вытащили петлю провязали здесь затянем опять по часовой стрелке вот эти две петли вытянули в петлю провязали две петли опять поворачиваем по часовой стрелке вот они петли провязали две петли завели крючок вытянули петлю провязали две опять по часовой провязали две петли провязали две петли и опять по часовой вот и в принципе так вяжется гусеничка значит можете такой шнурок связать берем с вами шнурок я уже его опалилась здесь зажигалкой насаживаем на булавку и и вставляем вот сюда между зубчиками вот таким образом и по всему вырезу теперь берем помпон либо готовый либо который вы сделали и протягиваем шнурок вот так и завязываем узелок старайтесь на самый край опустить в краем случае потом можно подрезать все и у вас помпоны готовы ты можно стягивать и завязывать но можно вместо помпонов установить вот такие красивые фиксаторы для шнуров они продаются в магазинах очень красивые детям это будет в радость а сейчас я вам покажу это же самое пончо я все вязать не буду но другой вариант воротника для вывязывания другого варианта нам нужно набрать петли эластичным способом в первую петлю вводим крючок вытаскиваем петлю ее провязываем и провязываем две теперь вот большая петля вот сюда вводим крючок вот сюда вводим крючок провязываем одну петлю и провязываем две опять под эту петлю под большую провязываем одну и провязываем две эту петлю провязываем и провязываем две и таким образом вы должны набрать количество петель вот по этой стороне чтобы все расчеты были точно такими же как мы делали в самом начале вот мне нужно набрать вот этих петель 84 как и я набирала ранее а вы набираете столько сколько получилось по вашим расчетам вот набрала я правда я не стала набирать уже столько же но набрала такое же количество которое делится на количество аэропортов так и теперь мы должны соединить смотрите чтоб у вас набранный край не перекрутился соединяем вывязываем один два три накид сюда вывязываем столбик с накидом две воздушные петли и сюда же вывязываем еще два столбика с одним накидом один и второй одна воздушная петля эту петлю пропускаем и вяжем вот только в эту вот отсюда начинаем вот отсюда начинаем 1 2 3 4 5 5 6 5 7 1 воздушная петля одну петлю вот эту пропускаем мы вот в этой петле сейчас эту пропускаем а вот сюда вяжем столбик с одним накидом и опять вывязываем 7 столбиков то есть мы вяжем точно так же все ряды как вязали в самом начале узор один в один то есть вы доходите до середины вывязываете вот такой элемент вот здесь в центре и вяжите в обратном направлении теперь берем наш образец вот он у меня небольшой связан и будем набирать петли значит в центре мы набираем не под одну петлю она вытянется а вот петля и сзади вот еще вот под эту так дальше вот большая петля под нее тоже нельзя брать потому что она вытянется а вот сюда опять большая петля а вот здесь видно еще одна маленькая вот так вот так набираем все петли по горловине теперь петли распределите так чтоб у вас спереди и сзади было одинаковое количество и теперь мы с вами будем вязать таким образом вот это у нас центральная значит мы провязываем 1 2 3 затем петлю снимаем нить перебрасываем вперед петлю надеваем и разворачиваемся теперь вяжем изнаночными петлями 1 2 вот это центральные 3 берем еще 2 с этой стороны 1 2 петли снимаем нить перебрасываем к себе петлю надеваем и разворачиваем и разворачиваемся то есть мы с вами вяжем удлиненные ряды 1 2 вот центральная 3 1 2 вот эту мы петлю снимали мы ее теперь провязываем следующую петлю снимаем нить перебрасываем рабочую петлю надеваем и вязание поворачиваем и теперь мы вяжем в обратном направлении то есть вяжем изнаночные петли вот видно где мы петлю обкручивали значит эту петлю снимаем нить перебрасываем к себе петлю надеваем и разворачиваемся давайте еще один нет покажу вяжем теперь лицевыми петлями вот видно петля миц перебрасываем петлю надеваем и вот мы её провязываем следующую снимаем нить перебрасываем к себе петлю надеваем и вот эту петлю я поставив мы провязываем нить к серебле вы делаете вяжем как И разворачиваемся. И вяжем изнаночными. И так мы с вами должны вязать туда и обратно, туда и обратно, до тех пор, пока не будут задействованы все петли вот этих двух передних спиц. Вот так и вяжите. Теперь самостоятельно вяжите. Вот я довязываю практически последний ряд. Сейчас я вам покажу один момент, чтобы вы поняли. Эту мы петлю пересняли. Значит, этот ряд мы довязываем. Значит, вот здесь мы последнюю петлю обвиваем. Разворачиваемся. Вяжем ряд до конца. Так, здесь в изнаночном ряду эту петлю провязываем. Эту снимаем, обвиваем ее. И эта петля у нас будет пока не провязанная. Останется. Вяжем ряд лицевой до конца. Вот, довязываю я ряд до конца. Эту петлю провязываю. И перехожу к спинке. Вот сюда сейчас мы пойдем. Вот перед мы с вами заполнили. Вот таким образом. И дальше мы идем вот к этому уголку. Так, смотрим. Значит, вот эта центральная. Значит, вот должно быть. У нас тоже 5 петель. Значит, эту мы провязали. 1, 2, 3, 4, 5. Петлю сняли. Нить перебросили. Петлю надели. И разворачиваемся. И точно так же мы должны заполнить вот этот уголок. Точно так же, как и этот. То есть вяжем туда и обратно удлиненными рядами. Ну вот, закончила я второй уголок практически. Здесь тоже в этом уголке одна петля осталась не провязанной. А здесь мы провяжем все полностью. И теперь один круг провяжем лицевыми петлями. Значит, вот у нас хвосты. Здесь мы начинали вывязывать первый уголок. Значит, мы сейчас с вами обвяжем по кругу и дойдем опять до центра. Дальше обвязывайте самостоятельно. И я вам покажу, что я буду делать дальше. Ну вот, довязала я до нашего начала. Значит, маркер я поставила в центральную петлю. Вот она у меня центральная. И отсюда мы начинаем набирать петли. Провязывать лицевая. Давайте еще раз. Лицевая. И здесь же изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Из одной петли вывязываем две. И так вяжем по всему кругу. Ну вот, набрала я из каждой петли по две. Лицевой и изнаночной. И теперь мы с вами будем вязать двойную полу резинку. Значит, вяжем двойную полу резинку. Лицевую провязываем. Лицевой. Изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевую провязываем. А изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем нить перед работой. Вот она. Лицевую провязываем. изнаночную снимаем лицевую изнаночную сняли лицевую изнаночную сняли и так вяжем по кругу второй ряд вяжем следующим образом лицевую снимаем нить за работой а изнаночную провязываем лицевую снимаем нить за работой а изнаночную провязываем лицевую снимаем нить за работой изнаночную провязываем лицевую снимаем изнаночную провязываем лицевую снимаем нить за работой изнаночную провязываем и так вяжем по кругу следующий ряд вяжем так лицевую провязываем изнаночную снимаем нить перед работой лицевую провязываем изнаночные снимаем нить перед работой лицевая изнаночная сняли лицевая изнаночную сняли и так вяжем по кругу следующий ряд опять лицевую снимаем нить за работой, а изнанку провязываем. Лицевую снимаем нить за работой. Изнанку провязываем. Вот. Лицевая нить за работой. Изнаночную провязываем. Лицевая нить за работой. Изнаночную провязываем. И так по кругу. И вяжем последний круг. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночную снимаем. И так по кругу. Теперь я буду вязать резинку один к одному. То есть одна лицевая, одна изнаночная. Но надо всегда обращать внимание на петли. У кого как расположены. Вот. Мне надо провязать две петли вместе. Беру эту и эту. И провязываю лицевой. Теперь мне нужно провязать изнаночной. Разворачиваем. И провязываю изнаночной. Дальше у меня пойдет лицевая. С изнаночной. Затем у меня пойдет изнанка. Вы обращайте внимание на свои петли. Как у вас провязаны. Чтобы они не перекрутились. Иначе у вас потом резинка будет наклонена вправо или влево. Поэтому прошу вас обратить внимание. лицевая. А это изнаночная. Ну вот. Петли встают ровно. Иначе я говорю вот это место будет косить либо влево, либо вправо. Ну вот. Связала я образец небольшой. Как вы уже поняли. Вот эта часть это вырез без этой обработки. Дальше мы заполняли уголок. И затем пошел воротник. Вот можно так связать. Ну а выбор уже за вами. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.